друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и разумеется как и всегда продолжаем говорить об основных ключевых фундаментальных событиях друзья не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки также сегодня в 18.00 по московскому времени пройдет вебинар правильный понедельник где мы еще раз обсудим основные тенденции которые сейчас на финансовых рынках сложились ну а теперь давайте вкратце как мы закрыли прошлой неделе и что у нас впереди бренда 3075 я надеюсь что те из вас регулярно просматривает брифинги знают мою позицию я пока что держу еще остаточный шорт от прежнего медвежьего ралли все-таки не закрываю потому что у меня есть свой подход к оценке общего фундаментального фона во-первых я нахожусь сейчас в европейском офисе компания markets регулярно просматривают опять же агрегаторы которые позволяют планировать в том числе поездки и за рубеж и пока нет возможности для трансграничных перемещений это для меня главный тормоз который будет сдерживать опять же спрос на авиационное топливо авиационное топливо я уже не раз говорил это главный индикатор спроса на углеводороды потом я слежу за статистикой по запасам посмотрите какой тренд по росту запасов у нас уже сейчас есть и просто задайте себе вопрос если со спросом с его восстановлением сейчас все нормально как мы можем фиксировать увеличение запасов больше чем на 5 миллионов и я допускаю что в эту среду когда выдают обновленные данные от администрации аналитической информации нас ожидает точно такой же отчет ну я имею ввиду по сопоставимым цифрам или даже этом в районе 7 8 миллионов прирост я в принципе этому ничуть не удивлюсь и третий момент это ожидание экспирации июньских фьючерсов произойдет это 20 мая я уже не раз отмечал друзья то что очень важно посмотреть как рынок подберется к этой важной дате важно посмотреть потому что у нас еще свежие воспоминания потому как вели себе майские фьючерсы когда цены ушли на отрицательную территорию сейчас если над рынком в качестве давлеющего эффекта остались прежние факторы мы можем увидеть снова потребность желания продавцов увести цены на отрицательные территории разумеется при таком раскладе как минимум мы сможем говорить и нужно будет говорить о сохраняющейся нервозности повышенной волатильности да и в целом о тех самых медвежьих факторах это рост предложений и слабый спрос которые на рынке еще остаются посмотрите на прогнозы экономического роста от да в принципе любого агентства любого источника исследовательского центра которые занимаются этим вы также поймете что есть признаки смягчения карантинных мер но это не панацея от тех болезней с которыми столкнулась мировая экономика из-за пандемии коронавируса по этой причине друзья я не привык только лишь на оптимизме надеждах на то что все скоро улучшится строить долгосрочные позиции если ситуация изменится вот например если в эту среду мы увидим в качестве роста запасов прирост там на на 2 на 3 миллиона или даже меньше тогда я обещаю я задумываюсь о том чтобы отказаться от длинных позиций но пока статистика все-таки располагает к тому что короткие позиции они остаются в приоритете и смотрится очень привлекательно даже несмотря на текущее восстановление цен индекс американской валюты также был водоразделом своего рода отчет по non-farm perils статистика вышла повторюсь это худший отчет за всю историю ведение статистики за всю историю американской экономики вообще мы не найдем прецедентов когда нечто подобное было без работы осталось 20 с половиной миллионов человек уровень безработицы вырос сильнее прогнозных 14 процентов фактическая цифра 14 7 и друзья на этом фоне казалось бы были условия для того чтобы трейдеры стали уходить в защиту покупать индекс доллара франка золото однако в целом реакция была довольно сдержанная то есть мы смирились некоторое время назад то что non-farm perils это уже не те non-farm perils которые мы привыкли несколько лет назад но сейчас это был нетривиальный отчет и все равно вялая реакция трейдеров лично мне совершенно непонятно по индексу доллара я сохраняю длинные позиции друзья но вы знаете моя уверенность понемногу уже ослабевает и я выставил стоп лосс на отметке 98 80 если индекс доллара при таком фоне все-таки умудриться добраться до этого значения больше экспериментировать с длинными позициями по американцу не буду но и при всем этом сохраняя опять же еще уверенность в том что отчеты важные релизы на этой неделе для доллара они смогут оказать поддержку американцу это данные по инфляции которые выйдут завтра где мы ожидаем снижение индекса потребительских цен и в пятницу роничные продажи разумеется серьезный спад золото 1705 друзья будет выше 1750 ближайшая цель мы уже много раз могли убедиться в том что пройти 30 50 долларов для золота ничего не стоит особенно сейчас когда мы все-таки остаемся еще во власти оценки последствий влияния пандемии мы понимаем то что в любой момент несмотря на позитивные комментарии могут усугубиться отношения америка на китайские по торговой сделке в общем фон он точно располагает к тому чтобы мы сохраняли интерес к защите и золото это сейчас самый лучший представитель таких активов евро против доллара 108 47 здесь я держу короткие позиции бывший министр финансов германии в пятницу отметил что существование евро под угрозой мы это знали друзья когда проходили последние встречи глав еврогруппы отсутствие политического единого решения это уже стало для нас звоночком тревожным задуматься о том а не станет ли от отсутствия политической солидарности причина развала валютного блока я думаю что станет но к этому мы вернемся позже к истин лагард также в пятницу отметила что несмотря на решение конституционного суда германии который ограничил возможности европейского центрального банка антикризисные меры по стимулированию они сохраняя свою актуальность и они будут использоваться и дальше и костин лагард и и европейский центральный банк будет действовать в рамках мандата и соответственно продолжить стимулировать экономику и дальше рейтерс после этого сделал комментарий о том что и cb рассматривает возможность покупки мусорных облигаций и решение положительное будет принято потому что у италии уже такой хим мусорный рейтинг и если сейчас италии не помочь то есть не помочь одной из ведущих европейских экономик то зачем тогда вообще существует валютный блок это тоже как бы пища для размышлений в пятницу выйдут данные по ввп германии еврозоны ожидаем слабые цифры друзья это уже подтвержденный факт того что статистика очень сильно разочарует и надеюсь то что хотя бы при таком фоне мы сохраним потенциал снижение пары евро доллар к отметке 1 0 7 фунт против доллара 1 24 28 здесь я выставил стоп лосс на уровне 1 24 60 заходил я в сделку с уровня 123 70 друзья но в целом по британской валюте сохраняю пока короткие позиции джонсон в воскресенье дал пресс-конференцию где отметил что вот буквально со дня на день начнут смягчать карантинные меры но в целом карантин он еще сохранится и и отели большинство предприятий общественные места они смогут открыться для посетителей только не раньше июля друзья только вдумайтесь в эти скажем сроки и впоследствии с которыми столкнется английская экономика у нас на этой неделе в среду данные по ввп англии ожидается слабый отчет серьезное снижение это мартовское значение на семь процента в апреле будет еще хуже повторюсь что банк англии на прошлой неделе во время пресс-конференции отметил в качестве прогноза что во втором квартале британская экономика просядет больше чем на 30 процентов поэтому со фунтом я тоже думаю что вам все должно быть понятно то есть я уже озвучил свои ожидания это что буду и как буду действовать поэтому а дуэту инструментов дальше доллар канадец 13905 вышли данные по рынку труда в целом статистика оказалась не такой удручающий даже странно уровень безработица 13 процентов при этом прогноз был 18 процентов но все равно здесь наверное основной движущей силой для канадца сейчас является восстановление цен на нефть по нефти у меня короткие позиции поэтому по паре доллар канадец у меня длинная позиция и рекомендую сделку buy stop с уровня 1 4020 и bitcoin просел за выходные 8 тысяч шестьсот восемьдесят два доллара друзья не нужно сейчас торопиться с выводами все-таки халвинг еще впереди напомню что это событие уже завтрашнего дня следим за тем что происходит с рынком криптовалюты я хочу напомнить друзья то что у этого инструмента очень хороший потенциал роста на перспективу года поэтому если вас интересует профи там 20 30 и больше процентов ну какую-то часть свободных ресурсов которые у вас есть я думаю что можно сейчас загнать и в крипту на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания